Атака пироманов на автомобили оримбуржцев за одну ночь в разных районах города. С периодичностью в полчаса сгорели пять машин. Какие марки на этот раз облюбовали поджигатели, узнал Александр Криволапов. Еще вчера вечером эта Волга была на ходу. Пожар произошел ночь от высокой температуры. Поплавился и рядом припаркованный автомобиль Хюмдай-Лантером. Злоумышленники промышляют под покровом ночи, пока все спят, а предпочтение дают отечественному автопрому, заметили соседи. Факт то, что это советский только какой-то сжигай. Там Волга старенькая, а здесь газель какой-то против. Это все, что осталось от микроавтобуса. Его владелец лишился не только имущества, но по всей видимости работы. У некоторых людей это единственный способ заработать, то есть как в такси, так и грузовые автомобили. Минувшая ночь у пожарных выдалась бессонна. Через каждые полчаса дежурная часть объявляла тревогу. В 2 часа 15 минут на центральный пункт пожарной связи города Оренбурга поступил вызов о том, что горит два автомобиля. Автомобиль Газборгузин и автомобиль Вазприора по адресу Ленинский район, проспект Гагарина, 35. В 2 часа 58 поступил второй вызов. Горели два автомобиля ГАЗ-3102, 1993 года выпуска, и Хунда и Лантра. Через 30 минут поступило также сообщение. Держинский район, улица Родинцева, 14-1, возгорание автомобиль ВАЗ-2131, Нива. По всем фактам возгорания сейчас работает пожарно-испытательная лаборатория. Однако на основную версию причин пожаров огнеборцев натолкнули следы бензина на кузовах всех обгоревших пяти машин. Первоначальная причина пожара поджог установлена. Специально как теракция, скрыта она была машина, якобы. Материалы собраны и переданы в правоохранительные органы, теперь они должны искать пироманов. У огнеборцев подобный опыт уже есть. Два года назад наши дознаватели поймали пиромана. Болезнь есть такая пиромания, то есть пожар горит, МЧС реагирует. Посмотреть на большие красные машины, посмотреть как слаженно работают наши подразделения, не думая о том, что приносят беду людям. Тот молодой человек поджигал мусорки, а попался, так как успел примелькаться пожарным. В деле с автомобилями пока конкретных подозреваемых нет. Тем временем только в Оренбурге с начала года подожгли более десятка автомобилей. Александр Криволаков, Олег Штылер, Сергей Заволишин. Орен ТВ Продолжение следует... Продолжение следует...